Владимир Теодорович, вы фактически выросли вместе с нашим дирижером Марис Янсенсом в Ленинграде. Вкратце рассказывайте о своем пути к мастерству, пожалуйста. Это действительно так. Вместе с Марисом Янсенсом мы учились в одной школе. Это центральная музыкальная школа, детская, при Ленинградской государственной консерватории. Первой моей учительницей по классу скрипки была замечательная педагога Любовь Марковна Сигал. Она сама училась у легендарного профессора Леопольда Ауэра, который создал свою школу. Вы знаете все имена Яши Хейфица, Мирона Полякина, Ефрема Цимболиста и так далее. Вот мне очень повезло, потому что какая-то генетическая такая связь с Ауровской знаменитой школой, безусловно, присутствует в моей сегодняшней игре тоже. Потому что очень важно, кто учит. Первый, так сказать, учитель. Это всегда очень важно. Вот с этой школы вы вышли и в последнее время вы собрали свой оркестр московских виртуоз и сами дирижируете. Тот факт, что солисты часто и все чаще дирижируют, является ли это подтечением в вашем искусстве? Вы знаете, что я вам могу сказать следующее, что, конечно, много сейчас солистов хотят дирижировать и дирижируют. Но часто это происходит недостаточно на высоком профессиональном уровне, потому что, чтобы дирижировать, нужно учиться. Я пять лет учился дирижированию, прежде чем начал дирижировать сам. И я занимался с профессором Гусманом, другом Шостаковича, очень таком пожилой это дирижер, опытный человек, профессионал высокий, который дирижировал многое в Ленинградском театре оперы и балета и в Москве. Сейчас он возглавляет оркестр Горьковской филармонии. И первый мой дебют как дирижера состоялся в Чикаго с Чикагским симфоническим оркестром. И после этого я решил создать свой оркестр в Москве и назвал его «Виртуозой Москвы» по аналогии с тем, что в Риме, допустим, есть виртуозы Рима, в Лондоне есть виртуозы Лондона. Почему же не быть виртуозом Москвы, если в Москве есть превосходные музыканты? Вот. Вы хорошо тоже знаете здешний оркестр филармонии в Осло. Еще если Марис Арвидович Янсенс возглавлял оркестром, чувствуются ли какие-то советские опечатки от того факта, что советский дирижер возглавлял оркестром в столько времени? Вы знаете, я думаю, что это очень положительный факт, то, что Марис Янсенс возглавляет оркестр филармонии в Осло. Потому что Марис не только замечательный профессионал, дирижер, но он еще, так сказать, сын своего отца Арвида Янсенса, который долгое время дирижировал в оркестре Ленинградской филармонии. И вы знаете, что этот оркестр необыкновенный, это лучший оркестр, я думаю, в Советском Союзе, даже сегодня, на сегодняшний день. В этом оркестре живы настоящие большие художественные традиции. Потому что в свое время в Ленинград приезжали самые лучшие дирижеры. И такие традиции, как в этом оркестре, пожалуй, что нету в московских оркестрах. Так что вы найдете ленинградский импульс и даже с ЕСТВОСКОМ? Да, я нахожу это. И вот я уже несколько лет приезжаю сюда, я вижу, как оркестр растет, какой оркестр приобрел профессионализм высокий. И я вижу, что к тому же музыканты очень хорошая атмосфера здесь. Все учат, все работают, все видят, как Марис сам серьезно работает. Вы часто гастролируете на Западе и, конечно, работаете дома в Советском Союзе. Этим актом наводите ли вы творческий мост таким образом? Я думаю, что необходимо совершенно вот такое общение между художниками всего мира. Потому что невозможно, как говорят, сидеть в башне слоновой кости, запершись. Невозможно действительно по-настоящему какие-то художественные открытия, достижения без взаимного общения такого. Желаю вам успеха с концертом. Спасибо большое. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! 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 Продолжение следует...